Шалом, друзья! Меня зовут Виталий. Я зачитаю пророчество, которое Господь сказал вот в этом году. И это касается того, что будет в этом году. Послушайте внимательно. Ибо пламенный гнев мой не отвратится, доколе я не исполну намерение сердца моего, говорит Господь. Ибо сей год будет годом великих перемен. Ужасы, бедствия, разорения наполнят землю. И многие будут в великом страхе и ужасе искать место укрытия. Люди будут истаивать и призывать имя моего. И говорить, Господи, укрой нас, укрой и защити. Ибо беда, беда великая идет. И многие, которые сегодня беспечны и сидят еще в равнодушии и думают, нас это не коснется, будут жестоко обмануты, потому что увидят шествие мое по земле. И убоится их сердце, и буду смотреть то в одну, то в другую сторону, желая получить помощь. Но так как не будут под покровом моим и в моем укрытии, то будут в великом страхе. Но блажен народ, знающий трубный зов, и блажен народ, который слушает голос мой, им будет дана пища и защита от меня. Но те, которые поносят рабов моих, и которые насмехаются над теми, кто говорит слова истины и правды, что нужно ступать путями древними и следовать Господу, служая ему страхи и трепеди, и которые говорят, что это не то время, ибо время изменилось, и теперь нужно по-новому поклоняться. За это они восплачут и увидят, что они пусты, и одна листва без плодов. Но те, которые ищут путей древних и которые пребывают в страхе моем, они услышат голос мой, и во время бедствия прострукнем руку мою, и защиту мою подам им. «Посему сегодня взывайте и просите у меня сил, не будьте беспечны и не дремайте в домах ваших, но призывайте защиту мою на детей ваших. Ибо ныне время взыскать меня, говорит Господь. Ибо как смоковница бывает потрясена и сбрасывает незрелые плоды свои, так будет потрясен народ мой. Потрясу каждого, и кто строит не на камне, то основание того рухнет. «Итак убойтесь Господа и воздайте Ему славу, ибо приближается день суда Его. Горького запьет тогда и самый храбрый. И те, которые надеются на меч свой, на оружие свое, на союзников своих, останутся обманутыми. И только те, которые надеются на меня, будут сохранены, и я сокрою их. Аминь». Это порочество было вот в этом месяце. Уже Господь говорит, предупреждает, что будут проблемы. Во многих странах будут по-разному проблемы. Друзья, Бог будет испытывать и верующих людей, надеются ли они на Него, доверяют ли они Ему полностью. Поэтому молитесь. Господь говорит, предупреждает у многих разрушенные семейные жертвенники. Молитесь своими детками, мужья, молитесь вместе с женами. Молитесь, чтобы Господь защитил вас, чтобы Господь учил нас, наставлял. Стремитесь к тому, чтобы быть близко к Господу. Старайтесь жить святой жизнью. Оставляйте свои грехи и беззакония. Друзья, мы живем в очень сложное, трудное время. И только тот человек, который близко к Господу, тот сможет выжить. Того Господь будет учить. Того Господь будет наставлять. Из-за тех людей Господь будет беспокоиться. И охрана Господня будет только над детьми Божьими. Друзья, относитесь к этим словам очень серьезно. Молитесь, взывайте. И да услышит Господь ваши молитвы. Да даст Господь вам благословение. Да даст Господь вам защиту. Будьте благословены.